Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие ребята! Позавчера совершалось церковное поминовение великомученика Георгия Победоносца. А завтра – день великой победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Победоносец и победа – эти слова неразрывно связаны между собой. Но эта связь не только в словах. Память великомученика Георгия совершается 6 мая. Иногда этот день совпадает с Пасхой – Светлым Христовым Воскресением. И в этом случае память Святого Георгия переносится на среду Светлой Седмицы, то есть на 9 мая. Именно так получилось в 1945 году. 6 мая праздновалась Пасха. А 8 мая, в канун перенесенного празднования Святого Георгия, был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Так, 9 мая 1945 года стал первым днем мира, и во всех православных храмах бескрайней Руси возглашали величание Святому Георгию и славу доблестному русскому оружию. А потом был парад победы, который принимал маршал Георгий Жуков. Верхом на белом коне объезжал он выстроившиеся на Красной площади войска и приветствовал воинов-победителей. Наверное, не случайно прославленный полководец носил имя Святого Георгия. Он был верующим человеком и всю войну всегда имел с собой икону – благословение матери. За тысячу лет нашим предкам приходилось много раз вставать на защиту родной земли и побеждать бесчисленных врагов. А потому Святой Георгий Победоносец всегда особо почитался русскими воинами за высочайшие воинские качества – силу духа, твердость, бесстрашие и волю. Само прозвище его – Победоносец – звенит, как оружейная сталь и зовет к высокому служению. Святой Георгий явил миру великий пример христианского подвига и любви ко Господу. Весной 303 года император Диоклетиан, язычник, начал одно из жесточайших во всей истории гонений на христиан. Лучший воин императора, христианин по имени Георгий, узнав о том, что Диоклетиан приказал предавать христиан смерти, решил добровольно открыть грозному правителю свое вероисповедание, за что был подвергнут страшным мучениям, а потом обезглавлен. Почитать святого Георгия начали вскоре после его кончины. Уже первый император-христианин Константин Великий поместил его изображение над входом в императорский дворец в Константинополе. А следом за ним и другие византийские императоры стали считать святого Георгия своим небесным покровителем. Благоговейное почитание этого святого воина из Византии пришло и на Русь. Равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, поставил в Киеве первый храм, освященный во имя великомученика Георгия. Это было только начало. В честь святого возводились храмы и монастыри. Строились даже целые города. Так князь Ярослав Мудрый, который в крещении получил имя Георгий, для прославления своего святого покровителя основал город Юрьев. Надо сказать, что издавна на Руси греческое имя Георгий могло произноситься по-разному. Егорий, Егор и Юрий. Один из самых известных Георгиев, князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Он, желая прославить небесного воина, имя которого носил, построил еще один город Юрьев. Юрьев Польской. Вскоре и сама Москва получила святого Георгия Победоносца в небесные покровители. Произошло это при благоверном князе Дмитрии Донском, разгромившем врагов Святой Руси на поле Куликовом. Перед этой великой битвой русские воины в усердных молитвах обращались к святому Георгию за помощью, а потом шли в бой и громили врага. Какие бы смуты и волнения не обрушивались на Русь, не оскудевала земля наша доблестными воинами, готовыми жизнь положить за веру и Отечество. В народе не зря говорится «по делам и награда». Самой высокой наградой для офицеров русской армии стал боевой орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденный Екатериной Второй. А ее внук император Александр Первый учредил для награждения нижних чинов армии и флота Георгиевский крест. Заслужить Егория, как любовно называли его солдаты, можно было только настоящей храбростью и бесстрашием в бою. Носили его на груди впереди всех медалей на ленте с оранжево-черными полосками. В годы Великой Отечественной войны был учрежден солдатский орден славы трех степеней. Вроде бы имя у ордена было другое, но условия награждения, да и сама расцветка ленты – это прямое напоминание о Георгиевском кресте. За это его особенно любили и ценили и бойцы, и весь народ. А в 1992 году военный орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест были восстановлены. И это тоже победа. Победа над злом. Наша передача подошла к концу. Поздравляю всех вас с праздником. Да хранит вас Господь молитвами Святого Великомученика Георгия. Отечеству верные, да Богу примерные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok